Добрый день, дорогие друзья, с вами снова Медикал Фитнес, я его ведущий, Кравцев Сергей. Сегодня мы обсудим такой вопрос, вы просили на него ответить в комментариях, почему люди становятся истериками и как они становятся. Соответственно, ну, как и любой тип личности, истерийный тип личности, закладывается в детстве. Соответственно, в детстве, как это может формироваться, очень похоже на нарцисса. Не зря вообще нарцисса и истерика очень долго не разделяли. Это были разные типы личности. Ну, тут будет суть в чем? Суть в том, что отсутствие внимания со стороны родителя. Если у нарцисса это двойственное отсутствие внимания, то есть, когда на людях его восхваляют, а в принципе в семье могут не замечать или нет времени у родителей, чтобы нарцисса как-то замечать, то с истериком немножечко история другая. У истерика он может формироваться на фоне того, что он не может никак заслужить это внимание. Ну, не может девочка заслужить внимание от своей мамы или папы. Или она получает внимание только от одного родителя. И гиперболизированное такое внимание. Или мальчик, то же самое. И, как правило, говорят, что девочка пытается, формируется истероидка, если она пытается у папы заслужить внимание, а мальчик, если он пытается у мамы заслужить внимание. Но не совсем я, наверное, согласен с этим утверждением. Я думаю, что тут очень мало данных. Сложно какую-то корреляцию отследить. Но, тем не менее, это история про внимание, вы же знаете, про истероида. И нехватка вот этого внимания, она будет проецироваться с обществом. И это в детстве не всегда допонятые дети. Это история про то, что ребенок на каком-то фоне просто в силу сложившихся обстоятельств не всегда может найти с социумом какой-то контакт прямой. Это история, может быть, про детей, когда родители позорят детей, будучи в каком-то... Ну, даже уже подрастает ребенок после 7 лет, как немножечко уже формируется у него сознание, восприятие, да. Мама надевает на мальчика какие-то колготки, все над ним смеются, как-то кутает его. Он выделяется в социуме. То есть мама или тревожная мама, или еще... Ну, тут любая ситуация. Она может быть и нарцисской специально даже это делать. Там много разных ситуаций может быть. Но ребенок по какой-то причине вот выглядит в социуме белой вороны. И он привыкает то, что все на него обращают внимание. И дальше, соответственно, у него начинает развиваться вот это вот состояние, чтобы постоянно, да, то есть, ну, в детстве вот он привык, постоянно все на него смотрели. Мама его кутала как-то, шмотки надевала непонятные, может быть, даже где-то женские или какие-то старческие. Или он там с бабушкой рос, она какие-то непонятные шмотки на него большое количество надевала. И теперь он, соответственно, привык, что вот весь социум, да, на него обращает внимание. И ему уже некомфортно, что на него никто внимания не обращает. Он растет вот с этим. И как только даже уже все нормально, он уже и одет все нормально, да, но у него уже закрепилось, что как-то это неправильно. А на меня никто не смотрит, да. Что-то как-то стрёмно. Несколько лет смотрели, а сейчас не смотрят. Ну, как же это, да. И, соответственно, он что-то должен сделать такое. Покричать, громко поговорить, как-то вызывающе одеться, чтобы только на него обратили внимание. Вот примерно вот такие ситуации возникают в формировании эстероида. Не получится сформировать эстероида, если он там полжизни до 20 лет рос эпилептоидом, и вдруг стал эстероидом. Ну, крайне маловероятно. Но это я не знаю, что должно быть. Это гормональные сбои, самолет в голову врезался, не знаю, квантовая физика. Ну, это очень маловероятно. Эстероид формируется в детстве. Эстероид формируется на фоне гиперболизированного такого внимания социума, или на фоне нехватки внимания родителей, или и того, и другого в целом. С вами был Medical Fitness, дорогие друзья. Благодарю вас за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я вас жду на своих консультациях онлайн. Субтитры сделал DimaTorzok